Друзья, всем привет! Сегодня у нас долгожданное продолжение рассказа про семейство куньих. Мы уже познакомились с главным беспредельщиком Медоедом, а также с его южноамериканской сестричкой, бразильской выдрой. И на последнем видео вы набрали уже более 35 тысяч лайков, поэтому встречайте! Сегодня мы посмотрим на северного братишку Медоеда, Росомаху. Не забудьте поставить этому видео лайк, если вам нравится данная тема, ведь если мы наберем 30 тысяч лайков, то следующим в наш прицел попадет родоначальник этого семейства, куница. Ну и конечно, подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали, а мы уже начинаем. Чёртов Медведь Демон Севера Обжора Скунсовый Медведь Как только не называют нашего сегодняшнего героя. Росомаха имеет довольно нелепую форму и похожа на смесь собаки, барсука и медведя. Это как будто уменьшенная копия медведя, только с длинным хвостом. У некоторых северных народов даже существовало поверье, что раз в несколько лет, у бурой медведицы детеныши не вырастают до нужных размеров, а остаются маленькими и уходят от матери, скитаясь в одиночестве. Грацией и стройностью Росомаха не отличается и может передвигаться только небольшими скачками, боком, косолапись и сутулясь. Движения выглядят неуклюже и неряшливо, и кажется, зверь не может причинить никому большого вреда. К тому же Росомаха имеет довольно милую мордашку. Но как все мы с вами знаем, внешность обманчива, и Росомаха обладает почти безграничными возможностями, а заодно и держит в страхе весь север. По меркам северных воинов, это очень мелкий зверек, всего один метр в длину и вес до 20 килограмм. Но в чем точно Росомаха не нуждается, так это в смелости. Она запросто может бороться за пищу с куда более крупными и опасными хищниками и частенько добивается своего. Но обо всем по порядку. Росомаха похожа на барсуга, который только что вышел из спортзала. Крепкое, мощное, коренастое тело, развитая мускулатура. Лапы очень мощные, плотные и несоразмерно большие. Но это одно из главных преимуществ зимой. Такие снегоступы не позволяют проваливаться в снег и помогают настигать большую и тяжелую добычу. Плюс ко всему на лапах имеются острые, длинные и загнутые когти. Почти как у одноименного героя. Они превращают лапы росомахи в многофункциональный инструмент, позволяющий копать, залезать на любые деревья и даже спускаться с них вниз головой. Родство с куньями пошло ей на пользу, ведь росомаха обзавелась водонепроницаемой шерстью и умеет неплохо плавать. И хотя она бегает не слишком быстро, всего до 45 километров в час, она очень вынослива и может долго преследовать добычу. А в глубоком снегу вообще ей нет равных. Главное оружие демона – острые и мощные зубы. Имя зверь впивается в добычу и уже не отпускает ее. Челюсти росомахи настолько мощные, что способны дробить любые кости. Но чем это не король севера? И замашки у животного тоже королевские, ведь каждый зверь забирает себе участок Канады, Аляски или Сибирской тайги площадью до 2000 квадратных километров и оберегает его от чужаков. На территории одного самца могут находиться несколько самок с его детенышами, но только маленькими. Как только щенкам исполняется два года, они должны покинуть территорию, иначе могут стать обедом голодного папаши. Чтобы контролировать такие просторы, росомахе пришлось стать бомжом и отказаться от традиционных нор и берлог. Каждый день они проходят в среднем по 20 километров своих владений, и главная цель – найти, чтобы поесть. А аппетит у нее всегда отменный, и каждый день росомахе приходится съедать до половины своего веса. Хорошо, что ест она абсолютно все – мясо, рыба, насекомые, грибы, ягоды, орехи и многое другое. За едой она с удовольствием и на дерево залезет, и в воды нырнет. Любит она и полакомится падалью, которую часто находит первой, благодаря своему отменному обонянию. Никакие волки и медведи тут и близко не стояли с росомахой. Так что теперь вы знаете, кто настоящий санитар леса. А вот когда наступает зима, половина еды исчезает, и приходится довольствоваться тем, что есть. Но тогда росомаха активирует суперспособность – хождение по снегу, и добывает себе любую добычу. При этом 20-килограммовый зверь запросто может атаковать, например, оленя, раз так в пять больше себя. Также ее добычей могут становиться и лоси, которых зверь загоняет по глубокому снегу, а затем нападает на них. Какая разница, насколько ты быстро бегаешь? От росомахи ты не уйдешь. Поэтому ей выгодно жить в очень снежных районах, где она может легко уходить от опасности и догонять добычу. Но, как ни странно, сильных морозов зверек не любит, несмотря на свою поистине царскую зимнюю шубку. Если хорошей добычи нет, то можно запросто отбить ее у волков. Один только оскал росомахи чего стоит. Но если волки молодые и не понимают, кто к ним подошел, росомаха выпускает струю невероятно вонючего секрета, и хищник ретируется. Ну а что, родство со скунсом дает о себе знать. Нельзя не отметить у росомахи отменные способности по поиску еды под снегом. Она способна учуять мясо даже под метровым слоем снега и быстро выкопать его при помощи своих огромных лап-экскаваторов. Получив заслуженную добычу, росомаха ест, сколько влезет. Недаром ее называют обжора. Челюсти, как мясорубки, перемалывают самые толстые кости, но даже ей не под силу съесть крупного оленя целиком. Тогда хитрый зверь включает у себя режим маньяка и начинает кромсать тушу на мелкие и не очень кусочки. Затем он старательно прячет все по тайникам, чтобы холодными зимними вечерами наведываться туда. Росомаха ведет скрытный образ жизни и является одним из самых слабо изученных хищников в мире. Ее очень тяжело даже увидеть, не говоря уж о том, чтобы снять на видео. Да и обитает она в таких местах, где лишний раз не захочется вынимать руки из карманов. Поэтому, сами понимаете, материала с ней не так много, да и качество будет соответствующее. Давайте теперь посмотрим, на что способна Росомаха в деле. На первом видео на Росомаху спустили собак, но что-то пошло не так. Зверь сразу встал в боевую стойку и охладил их пыл. Одна из собак все же попыталась укусить Росомаху, но посмотрите, как технично одной лапой она сорвала атаку. Псы поняли, что им тут ничего не светит и поспешили вернуться к хозяевам. Но, по всей видимости, их спускают второй раз и ситуация повторяется. Росомаха на готове и не позволяет собакам приблизиться. Наверное, они не поняли, как им повезло. Волки – очень опасные хищники. Они быстры, умны и гораздо больше Росомахи. На видео Росомаха заметила волка с едой и, конечно, вступила с ним в схватку. Это будет тяжелый бой, и оба животного пускают в ход острые зубы и когти. Но Росомаха мастерски схватила волка за шею и не дает ему вырваться. Она кусает волка за морду, что весьма неприятно. Ведь волк пытается вырваться и уже думает о том, как унести свои ноги. И это при том, что он в два раза больше. Росомаха добилась своего и теперь ест чужую добычу. Зверь настолько наглый, что может отбирать пищу даже у стаи волков. Конечно, волки не намерены просто так сдаваться и нападают на Росомаху. Но зверь дает такой жесткий отпор, что волкам ничего не остается делать, как бросить добычу. И еще одно видео, на котором волки добыли оленя. И все было хорошо, пока не появилась Росомаха. Такую тушу она не могла пропустить. Росомаха неспешной косолапой походкой подходит к добыче, а затем молниеносно бросается на волка. Волки были настолько ошарашены, что даже не попытались ничего предпринять. Демон Севера гнал их, как обычных котят. А уж если она первая нашла добычу, то никому ее не отдаст. Вот и здесь ей посчастливилось первой добраться к Туше. Но, как обычно это бывает, скоро пожаловал Серый Волк, который тоже захотел свою долю. Но Росомаха отчаянно обороняется и не подпускает чужака к добыче. Остается только позавидовать ее смелости. Но на Севере нужно постоянно поддерживать свой авторитет и не давать волкам спуска. Даже если они без добычи. Вот и здесь Росомаха не могла пройти мимо двух волков, которые что-то делали на ее территории. Короткая схватка с одним волком. И вот ему на помощь уже подоспел второй. Но Росомаха совсем не пасует в такой ситуации. И отражает атаки хищников. Нападая при этом тоже. Вскоре волки поняли, что лучше отступить. И пошли подальше от этого беспредельщика. Для этого зверя волк-одиночка не является никакой проблемой. Посмотрите, как он убегает от Росомахи. Да так, что у него только пятки сверкают. И серый даже не думает останавливаться. После такого становится понятно, что звери поменьше, вроде койотов, для Росомахи не представляют никакой опасности. Можно спокойно прогнать их и забрать себе добычу. Что, собственно, Росомаха и сделала. И лисы тоже знают, что это за зверь. Поэтому стараются не подходить к ней близко. Даже несмотря на то, что их много, а Росомаха одна. Ну правильно, вдруг ей захочется на свою меховую шубу лисий воротник. И даже барсуки тоже иногда попадают под немилость этого зверя. Барсук не агрессивен и предпочитает обычно прятаться в норах или пнях. Этому барсуку повезло, ведь Росомаха его совсем немного потрепала. Наверное, поняла, что это родственник. И все это как-то неловко получилось. А это Пума или Горный Лев. И она поймала добычу. Но Росомаха тут как тут. Наверное, сейчас начнется. Но, как ни странно, Росомахе хватило несколько секунд, чтобы отнять добычу у Пумы. Да еще и прогнать ее куда подальше. Не думал я, что Пума так легко сдастся. Несмотря на свой небольшой размер, Росомаха очень сильна. И она может охотиться даже на взрослых оленей. Зверь просто вцепился своей добычей в шею и держит ее. Олень изо всех сил пытается скинуть Росомаху. И вот у него получается. Но охотник делает второй прыжок. И он снова на шее. У оленя еще несколько раз получается скидывать Росомаху. Но она нападает снова и снова. В конце концов, обессиленный олень падает на снег. Летом охотиться сложнее, поскольку нет снега. И Росомахе тяжелее догнать добычу. Но ее осторожность и выносливость позволяют добиться результата. Сегодня ее добычей стал этот небольшой олененок. Но мало найти добычу. Ее нужно еще удержать. И иногда на нее заявляют права другие Росомахи. В таком случае схватки не избежать. Звери идут на все, чтобы получить себе еду. И часто такие схватки заканчиваются травмами. Но сегодня хозяину удалось отстоять добычу. И он возвращается, чтобы продолжить трапезу. Росомаха не боится даже медведей. Несмотря на то, что они в несколько раз тяжелее ее. Здесь она загнала бурого медведя на дерево. И сама полезла вверх. Вскоре медведь слез. Только Росомаха не успокоилась. И снова пошла в атаку. Миша даже встает на задние лапы, чтобы казаться больше. Но ее это совсем не пугает. Росомаха даже пытается атаковать противника. И вскоре она добивается своего. Медведь отступает в лес. Но она умеет трезво расценивать свои силы. И здесь перевес явно не в ее пользу. Хоть свиная туша лакомый кусок, два огромных медведя могут легко сделать из Росомахи отбивную. Поэтому лучше держаться на дистанции. А это кадры секретной тренировки Росомахи, на которых она учится расправляться со своими врагами. И пусть это всего лишь большая капуста, но именно так вырабатываются навыки. Ну что, друзья, как вам северный родственник медоеда? Мне кажется, он отлично вписывается в свое семейство куньих. Напишите в комментариях, что вы думаете о нем. И да, если вы не осмотрели выпуски про медоеда или бразильскую выдру, то ссылочки на них я оставлю в описании. И, конечно, если это видео наберет 30 тысяч лайков, я расскажу про еще одного интересного представителя семейства – куницу. Так что вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, чтобы первым посмотреть новые ролики. А я с вами прощаюсь ненадолго. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok